Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Во второй половине июля температура воды достигает своего годового максимума, что негативно сказывается на уровне кислородов водоема. Рыба перемещается ближе к мелководью и к поверхности, однако солнце гонит их обратно на глубину. В эти дни выходить на рыбалку лучше всего до восхода солнца. На этой жаркой неделе мы с вами поговорим о ловле чехони, щуки, окуня и леща. Но обо всем по порядку. Жара на этой неделе достигнет своего сезонного пика. С плюс 24 градусов в начале недели она поднимется до плюс 35. Ночью к субботе температура достигнет плюс 25 градусов. Ветер будет преимущественно юго-западный, не превышая 4 метров в секунду. Также ожидается пониженное давление, которое будет держаться отметки 745 миллиметров ртутного столба. Луна вступает в свою первую четверть, что на клеве рыбы отразится положительно. Особенно сильно фаза луны скажется на больших водоемах и в реках, в которых наш спутник управляет течением, приливами и отливами. Палящее солнце плохо сказывается на аппетите щуки, поэтому она будет выходить на охоту только утром и ближе к закату. На небольших водоемах укрытием ей послужат высокие водоросли, а на больших реках, где мало водной растительности, хищница будет уходить глубоко на дно, так что выходить на рыбалку нужно как можно раньше, до восхода солнца. Продолжаем ловить на спиннинг быстрой проводкой вдоль водной растительности или закоряженных мест водоема. Сечение монолески подойдет около 0,25 25 миллиметров, а взяв вместо нее плетенку можно уменьшить ее диаметр на треть. Проводка ведется около дна с высокой водной растительностью. При ловле леща во второй половине месяца основное внимание уделяется выбору удачного места. Это прежде всего глубокие ямы и омуты на местах с малым течением и без него. Лещ любит песчаное и галечное дно с обилием водной растительности. Чаще всего леща ловят длинным поплавочным удилищем с катушкой и пропускными кольцами. Поплавок выстраивают на уровне дна, а снастку подбирают как можно более тонкую. Для ловли крупных экземпляров, если вы хорошо знаете водоем, можно использовать фидерные снасти с кормушкой. Прикормка должна быть мелкой и рассыпчатой, а также обладать приятным запахом. Часто в кормушку кладут уплотненную манную или пшеничную крупу с небольшим добавлением ванили. В качестве насадки отлично подойдут червь, опарыш или мотыль. Для удачной ловли чихони придется обзавестись лодкой. Эта рыба редко подходит близко к берегу, предпочитая быстрые течения и воду, свободную от растительности. Ловить ее лучше всего на середине реки спиннинговыми снастями с быстрой безинерционной катушкой, на которую намотана тончайшая монолеска. Окуня также будет крайне сложно найти в жаркую погоду. Понижение уровня кислорода в водоемах заставит эту рыбу выходить за пропитанием лишь утром и ночью. По той же причине полосатый хищник будет питаться исключительно в верхних слоях водоема. При ловле с берега лучше взять телескопическое удилище длиной около 6 метров. В качестве приманки лучше всего подходят небольшие экземпляры платвы, уклейки или пескаря. Если вам ближе спиннинговые снасти, то приманкой отлично послужат вращающиеся блесна и попперы. Подведем итог. Жаркое июльское солнце в значительной степени повлияет на активность и повадки рыбы во всех водоемах Украины. Щуку ловим спиннинговыми снастями с тонкой оснасткой в проводку на большие блесна вдоль водной растительности. Леща можно будет найти на ямах и омутах с обилием водорослей. Ловим на поплавок или на фидер с кормушкой. В качестве насадки используем опарыша, мотыля или червя. Чехонь будет держаться серединой водоема и быстрого течения и часто выходить ближе к поверхности. Ловим спиннингом с лодки на блесну. Окуня ловим поплавочными снастями на живца или спиннингом на попперы на небольшой глубине. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.